Крылья Советов улетели в Премьер-лигу, а Крон борется за место в НЛ. Добрый день, дорогие друзья! 40-й тур первенства футбольной Национальной Лиги России собрал на стадионе «Кристалл» в Жигулевске почти 3000 болельщиков. Все они знали про Волжское дерби, о кроне и крылышек. Все стремились попасть на стадион. Справедливости ради, отмечу, что стадион вмещает как раз чуть более 3000 человек, так что 2 мая «Кристалл» был забит под завязку. Чем ближе подходил к стадиону, тем чаще слышал вопрос, нет ли лишнего билета. Билеты, как оказалось, закончились задолго до матча. Для обеих команд эта встреча носила принципиальный характер. А Крону важно удержаться в НЛ, а крылья в случае победы обеспечивали себе выход в Премьер-лигу. Поэтому командам нужна была только победа. Ничьей в Жигулевске не могло быть даже в мыслях. Так и случилось. Футболисты начали встречу без разведки, активно атакуя и прессингуя, не задумываясь о последствиях. Футбол сегодня это не только хорошая физическая форма и выносливость, это понимание анатомии человека, болевых точек и еще немного актерского мастерства. Крылья в этой кутерьме ног, локтей и коленок выглядели солидней. Иногда создавалось впечатление, что Самарсе дают фору тольяттинцам, позволяя побегать у своей штрафной зоны. Впрочем, гости заигрывались и эта легкомысленность на 59-й минуте была наказана. Артем Делькин, который некогда играл в крыльях, слева угла штрафной, проходит к Ломаеву и четко бьет в ближний угол. Стадион взрывается от радости. Тольяттинцы выходят вперед. Давайте посмотрим, как это было. Проходит 10 минут, и главный Голиадор Самарти Иван Сергеев, не жалея себя, сравнивает счет. В первом голевом эпизоде он получил травму, задел штангу. После матча герой Крыльев Советов выглядел усталым, а ведь впереди еще Спартак 2 и финал Кубка России. Надо быстро восстановиться. Крылья заряжены на победу. Атаки на ворота Акрона идут буквально каждые 5 минут. Сергеев опасно бьет головой. Удар Алыша проходит чуть выше рамки ворот. Дмитрий Кабутов упускает возможность замкнуть передачу и забить. Правда, судья на бровке сигнализирует здесь об офсайде. Страсти накаляются, и вот на 86-й минуте Чудин получает желтую карточку у Акрона за грубый подкат, а Феррейра за разговоры. Два горчичника футболистам выдал судья матча с доброй фамилией Матюнин. 90-я минута. Иван Сергеев убегает один на один, получив передачу Голенкова и перекидывает вратаря Акрона. 1-2 в матче Волжского дерби. Это 37-й мяч Ивана Машины, как его называют в Самаре. Гол стал победным в матче в Жигулевске. Итак, крылья улетают в Премьер Лигу, а Крону предстоит доказать, что они имеют право на ФНР. В заключение хочу добавить, что в Жигулевске Акрон всегда приносит радость городу и болельщикам, независимо от результатов матча. И это на стадионе, который вмещает всего 3000 человек. Вопрос к властям области Итальяти. Почему городская команда играет в городе-спутнике Тольятти? Почему пустует стадион в Автограде? Когда прекратятся непонятные игры на футболе в нашем городе? Отдайте стадион Акрону. Клуб уже доказал, что может показывать достойную игру на радость болельщикам и городу. Уважайте болельщиков и горожан. Ну а на этом сегодня все. Всем хорошего футбола и добра. Подписывайтесь на записки горожанина. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok